Всем привет! Я Усу Шакирова и это канал Татарсанда. Многие люди покупают новостройку в процессе строительства, но не всегда обещанность становится желаемой. Дольщики жилого комплекса Паруса по адресу Адели Кутуи 110 Д, корпус 3, вынуждены ждать и гадать, когда же получат ключи от квартир. До сих пор нет никаких документов, извещений о завершении строительства тоже нет. То есть люди просто ждут с лета и ничего не происходит. Нас постоянно кормят завтра, 10 рабочих дней, 10 рабочих дней. У них любимые слова 10 рабочих дней и больше ничего не происходит. То есть какие у них проблемы, почему они это не сдают, нам никак не говорят, ничего не рассказывают. Ты раз приходишь и кормят завтра. А когда должны были сдать? 1 декабря 2020 года. То есть почти год. То есть сначала, когда шла стройка, осенью уже было понятно, что они в срок не укладываются. Ближе к ноябрю они написали, что в связи с пандемией ни один из застройщиков не укладывается, и у нас та же проблема. И они перенесли до 31 марта 2021 года. После этого люди ждали. Стало понятно, что они и к этому сроку не успевают. Здравствуйте. И ближе к лету уже все вот это. Они начали говорить, что работы завершены, но они ждут документы. А откуда ждут документы? Они ждут документы из инспекции по строительству. Откуда сад? Мы жильцы трудовых. Ну и что? Да. Кто не сдан еще? А? Что здесь? Кто не сдан? А почему не сдан? Кто не сдан же? Ну почему не сдан? Когда он сдается? Вот там вот есть прорабская, туда подойдите, там прорабы есть. Прорабы есть. И подойдите, они вам скажут все объясня. Или проводят вас. Или давай идем туда. Мы сюда постоянно приходим в отдел продаж. В основном, ну, они единственный источник, которым мы можем получать информацию какую-то. Суд люди подают. Сейчас начали писать в прокуратуру, в мэрию города. Фонд обладных продольщиков начали писать письма. Пока ответов никаких нет. Ответы на вопросы жильцов мы пытались добиться у прораба. Скажите, пожалуйста, когда будет сдан дом? В чем проблема? Дом сдается. Дом готов. Комиссия завершена. Я думаю, включая соответствия, должны получить достаточно денег. Откуда? То есть газ. Откуда сейчас? То есть обстроен отзыв. А почему до этого так долго? Мы уже как минимум три раза уведомляли, что комиссия... Но были незначительные замечания. Замечания сейчас на данный момент исправлены. Буквально в комиссии были вчера представительские газы. Возвучили. По этим замечаниям прослез. То есть у них пущих вопросов нет. Сейчас, естественно, оформление документов задается. Нам формулировку разоставляли группе, что без недочетов, без замечаний. Такое не бывает. Почти год они мучаются в ожидании долгожданного переезда. Застройщик кормит обещаниями и ответ не дает. А жильцы снимают квартиры, испытывают огромный стресс от неизвестности. Не получив внятной информации, жильцы ворвались в кабинет директора компании застройщика. Почему эту информацию не вы не даете? Не в отделе продаж нам не предоставляют информацию точно, когда будет примененная сдача? Когда мы подали первое извещение об окончании строительства, и об окончании строительства, мы подали, после этого были замечания. Мы были готовы, что у нас все правильно. В связи с разрешением на строительство пришлось дважды еще подавать. Представляете, на какой период времени это все продлилось? Один раз мы дали информацию дольщикам в группу, что мы все, у нас все готово. И потом оказалось, что мы обманщики. Безусловно, у уважающего себя застройщика, который зарекомендовал себя на рынке, есть свой отдел продаж, который отвечает за своевременность информирования дольщиков, который дорожит своей репутацией и в целом достаточно своевременно дает обратную связь всем участникам. Напоминаю, что любой участник может письменно обратиться за разъяснением. Хорошо, когда тут дом вообще? Когда тут ключи? Когда ключи. Ключи мы собираемся передавать после того, как получим заключение о соответствии построенного жилья. Это какой срок? Это мы сегодня подаем на это заявление. По регламенту 10 рабочих дней. Причи выездятся. Это регламент. Мы просим, чтобы пошли навстречу и сделали это быстрее. Но мы можем только просить. Гассен нам ничего не должен, только мы должны. Мы должны Гассен, и мы должны вам. Будем ждать. Если застройщик нарушил сроки сдачи объекта долевого участия, то закон 214 фазе достаточно четко в пункте 2 статьи 6 предусматривает алгоритм действий. И однозначно указывает на то, что участник долевого строительства имеет право получить пение либо неустойку путем взыскания ее застройщиком. Какой алгоритм действий? Во-первых, необходимо составить претензию в аторе застройщика. Претензию нужно составлять с учетом тех положений, которые содержатся в договоре долевого участия. Здесь я бы рекомендовала либо самостоятельно справиться, если у участника долевого строительства есть соответствующие навыки, либо привлечь юристов, которые профессионально составят претензию. Если застройщик своевременно не отвечает на претензию, либо это срок, указанный в договоре, урегулированный сторонами, либо это нормативный срок для ответа на претензию, то участник долевого строительства обращается в суд. Здесь важно отметить, что, опять-таки, в случае, если застройщик проигнорировал претензионное требование со стороны участника долевого строительства, то последний участник имеет право взыскать и моральный вред, и по Федеральному закону о защите прав потребителей штраф в размере 50%. Также неустойку пения, а еще и судебные расходы. Хотелось бы обратить внимание, что зачастую происходит следующая ситуация. Участник обращается в суд, взыскивает определенную денежную сумму, но объект не сдается своевременно в эксплуатацию. В этом случае он может обратиться повторно в суд и взыскать сумму за период, когда объект не сдался, с того периода, когда ему суд удовлетворил его требования. Как бы вы не идете на мировое соглашение с дольщиками, даже не рассматриваете этот вариант, как бы вот юрист утверждает, что в этом случае якобы ваша организация обанкротится, мы не можем пойти на этот шаг, хотелось бы узнать именно этот вопрос. Еще раз, не поняла вообще вопрос, о каком мировом соглашении? Ну, например, то, что не вовремя сдается здание, мы можем как-то мировое соглашение заключить, а все подают на неустойку сейчас в суд. Мы обсуждали это с учредителями, и было принято решение, есть договор, есть наши обязательства, и мы их будем исполнять через суд. Оказавшись в такой ситуации, не стоит надеяться на добросовестность застройщика. Лучше сразу обратиться за консультацией к специалистам, которые помогут защитить ваши права. Если вы сталкивались с данной проблемой, то поделитесь своим опытом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Алла Шакирова и канал Покарсанда. Субтитры создавал DimaTorzok